Говорят, все, нет денег. Ну, как обычно, у чиновников всегда нет денег. Это мне говорили 30 лет. Все министры. Нет денег. И давали мизер, а может быть, согнется золотой вид. А он шел и развивался, и удивлял. И друзей, которые радовались этому восхождению, и нету, которые удивлялись. А почему это у них так все получается? Это что, значит, такая поддержка? Да, поддержка большая. Большинство нашего народа, которые хочут очищения культуры. Которые хочут, чтобы... Ну, в общем, жизнь нормальная. И нормальной была культура. Так что все наши бои впереди. А в остальном все очень хорошо. Потому что мы не жалуемся никогда. Мы просто идем вперед. И нам помогает Господь. Вчера ночью я еще был в Экатеринбурге. Играли с Михалковым спектакль. Который он поставил 12. И он хотел сюда прилететь. Хотел. И до последнего все решалось. И вчера он ответил, что... Ты понимаешь, я не могу, потому что у меня встреча. Очень важная встреча. Которую мы скоро узнаем. Но я вам сделаю... Ну, хочешь, я тебе дам для премьеры эксклюзивный показ фильма моего, который никто не видел. Я говорю, да, естественно, я хочу. И вот сейчас его помощники, они мне звонили. Куда передать диск? Десять минут уже договорились. И мы покажем этот фильм. А на вечере, который у нас был в плане с Никитом Сергеевичем, который он должен был бы провести, дату мы сейчас уточним. Мне придется открывать его ретроспективу к 80-ти лету. К 75-ти лету, слава богу, еще пока. И вот тогда мы посмотрим этот фильм. И еще он обещал записать предуведомление предфильму. Это будет практически творческая встреча, Никита Сергеевич. В этом году, не стремясь к тому, чтобы набрать побольше фильмов, я уже давно говорил своим сотрудникам, не пытайтесь набрать очень много. Но невозможно 200 фильмов увидеть за 10 дней в городе. Город-то маленький, в принципе. Но опять в этом году все-таки 190 фильмов из 25 стран. И я перечислю, какие страны. Россия, Армения, Белоруссия, Болгария, Англия, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Литва, Польша, Республика, Сербская и Республика Сербия. Их разделили теперь два государства. В Словакии, Таджикистан, Турция, Украина, Франция, Черногория, Чехия. Будут премьеры с участием звезд, подлинных звезд, кино и нашего, и мирового. Я очень счастлив, что преодолев очень много препятствий, сюда прибыла сербская делегация во главе с Йовном Марковичем, с которым мы провели все эти 30 лет под гомбами надо, и много чего у нас было. Мы не унываем, потому что город приглядывается. Зрители-то уже нас полюбили, поверили нам, что мы их не предадим, что мы будем показывать то, что радует их сердце и душу. Они ждут нас, уже 7 лет мы здесь продержались в 7 лет, а оборона Севастополя была, так трудно было. Такие обстоятельства, все время меняющиеся власти, приглядываются, очень долго приглядываются. А нужна поддержка реальная, ведь это именно Золотой Витязь предложил президенту, через еще первого губернатора Миняева, и напрямую предложили президенту построить здесь дворец кино, и театра, такой, чтобы лучше, чем в Каннах было, чтобы сюда поехали позитивные силы деятелей экрана планеты. А они есть, и мы их можем собрать. Президент, как вы знаете, пошел. Дальше наши просьбы, и он издал указ о том, чтобы здесь был построен культурный кластер на 30 миллиардов рублей. И не только кинодиатральный зал, это будет вообще центр культуры России. Вот такие вот подвижки, они идут все время, понимаете? И все время идет рост удивляющий. И друзей, и нет. Мы пустили корни буквально в землю Севастополя. Мы посадили здесь сад «Алея звезд» в парке Ахматовой. Завтра новые звезды, которые прибыли сюда, и еще завтра прибудут, завтра и Сергей Безруков прилетает, и еще там ряд актеров. Мы сделаем очередную досаду еще где-то 30 деревьев завтра. И завтра будет, я вас всех приглашаю, обязательно приходите в конференция о нашей культурной политике. О том, что удается во исполнении указа президента, и то, что не удается, и что нужно для того, чтобы удавалось. Будем говорить, как обычно, прямо, без обедяков и иносказаний. Времени нет. Сроки сжимаются. Надо успевать сделать многое. Отец Сергей Халатарин. Уважаемый Николай Петрович, я и буду говорить в дальнейшем, подождите, потерпите, это и есть слово пасторя. И вся наша жизнь, она многограмная, многообразная. И вспоминаю евангельские слова Спасителя, не терпевший до конца, только тот спасен будет. Поэтому в терпении наше спасение. И все лучшие дела наши, которые прославляют Бога, которые приводят людей ко спасению, дела милосердия, любви, кротости, дела просвещения, дела учительские, дела миссионерские, конечно же, они всегда вызывают, я уже сегодня говорил, проповеди у тьмы, вызывают ненависть. Но Бог есть свет, Бог есть любовь, и вы находитесь в ореоле этого света, в ореоле этой любви. Поэтому золотой витязь, он будет еще долго радовать и севастопольцев и россиян. И золотой витязь, это симбиоз всего духовного, всего спасителя, всего того, что заложил в небе Госферна после князь Владимира. Важное событие для Севастополя, что в седьмой год этот кинофорум проходит здесь. Севастополь ждет различные культурные мероприятия, культурные события. Вы сейчас сказали как раз о том, что действительно в этом году, буквально данным, пару месяцев назад, решение губернатора Михаила Владимировича Раздражаева было управление культурой, преобразованным в департаменте. Это как раз говорит о том, что у Севастополя мы видим достаточно большое развитие культурных средств. И те объекты, которые вы сказали, у нас на самом деле на ближайшие несколько лет запланировано достаточно серьезное развитие культурных составляющих, культурных кластеров. Это будут действительно грандиозные проекты. И, конечно, мы, правительство города Севастополя, ставим перед собой меценовскую задачу, чтобы город Севастополь стал не только патриотической столицей, так сказал наш президент Владимир Мечкотин, но и культурной столицей. И мы будем делать для этого все возможное. И, конечно же, такие мероприятия, как Рукинофорум, Слава Привидеси, это определенные серьезные шаги к тому, чтобы Севастополь становился культурной столицей. Я очень рад, потому что я здесь. Это правда. Я рад, что он здесь, Иван Маркович, мой приятел. Я рад, что вы здесь, что 30 лет ты работаешь на этом фестивале, и что этот фестиваль сейчас это очень трудно, но это фантастично. Я на этом фестивале, я думаю, может быть, 4-5 раз, когда вы знаете, каждый раз я знакомил с Россией, потому что фестиваль был в разных областях России, и каждый раз я был богатый, как тогда было, в Сербии с этого фестивала. этот фестиваль в Сербии. О этом фестивале говорит как очень важный фестиваль, потому что этот фестиваль говорит и собирает людей, которые из разных стран, не только не славянцев, не только православных, из разных мировых, страна из целого мира. Я думаю, что этот фестиваль имеет большую будущность. Спасибо тебе, мой приятел, мой большой человек, актер и режиссер, что ты с большим любви, не только для нас, которые пришли в Сербию, только всем, которые приезжают к этот фестиваль, с большой любви, с руками, которые так обнимают всех, которые приезжают к этот фестиваль. И вот, уже 30 лет, благодаря Николаю Петровичу, я зацепился и очень хорошо за этот фестиваль, потому что ждешь каждый день, каждый год какой-то праздник, и я посчитал, что за 30 лет мы прожили вместе на фестивале целый год. целый год с друзьями за столом, конференцией про спортфиль, вы представляете, целый год на фестивале. Так что, многие лет нашему фестивалю, чтобы больше можно приезжало, а это обязательно будет, потому что святополки океанной обязательно уйдут. так что добрый, спасибо, Виталий Петрович. Николай Петрович, я помню, конечно, что мы с вами полжизни моей. Честное слово, полжизни 28 лет фактически, и я действительно, как бы, Алексей Колесник, каждый год знаю, что это святое для нас приехать сюда, и когда вы говорите о том, что Никита Сергеевич любит всех этой любовью, он как бы всех вас объединяет вокруг настоящего дела, я хочу сказать, что ваша любовь, вот она действительно держит этот фестиваль всех людей, которые сюда приезжают. Я это ощутил на себе, и без этой любви уже жить не могу. Так что, спасибо вам большое, спасибо фестивалю и вам прежде всего. Ольга Маркова. Значит, этот фестиваль приназмал 30-летний, я думаю, что этот фестиваль принял бессмертик. Опа. Так что, тебе надо долго жить и защищать все это, да? Обязательно. Второе. Одна заметка и конец. В этой кошмарной пандемии, которая в прошлом году мне не дала возможность быть в последних 27 лет здесь, это пандемия, которая очень талантлива выдуманным демоном зла и успешно разделила новых людей в всем мире. Николай Гуляев продолжает нас собирать 30 лет и он будет продолжать это великое дело. Спасибо. Встречаются два серба, один другом говорит, скажи, кто выколол тебе глаза? И он отвечает, мне выколол глаза права мои. Теперь я понимаю, почему такие глубокие раны. Вот сегодня не хватает нас, наших украинских ребят, братьев наших. Я помню, когда они встали спиной, почему-то раз, и все, и вот что произошло, почему. Конечно, это больно. Я думаю, что сегодняшний фестиваль, это 30-й фестиваль, это одна угродная дата. Спасибо тебе, еще раз, Голосович, за то, что ты, если так вот объединяешь с кровью, болью, иногда кровью отрежешь, и это я вам разговариваю. Это торговство этих здоровья. Я знаю, что там проблем-то много, помимо этого. Но мы вместе, это самое прекрасное, что можно быть, смотреть вот так вот болгар, сербов моих дорогих белорусов, украинцев, ничего не будет, там проблем-то стоит жить, продолжать корову. Я думаю, что в нашем фестивале еще предстоит много-много дорогих. Я случайно буду видеть корня, и не очень обижаюсь. Я хочу видеть он никогда не был сытый, никогда не был обеспечен, он всегда голодный, и он всегда был мой и оставил собой. Спасибо. Сергей Шакуров. Вообще, Крым люблю с самого-самого начала своего творческой деятельности уже. Я в Крыму познакомился с великими артистами Питерского БДТ в Главе с Пустановым. Я общался в Ялте с нашими московскими звездами, то есть напитан был замечательный. И то, что когда-то Николай Петрович пригласил меня сюда, ему безумно отгадать. К сожалению, у меня послезавтра примеров в своей педнике я не смогу остаться. Я ужасно из-за этого переживаю. Честно говоря, не довольны, что это совпало, неожиданно. Но ничего сделать нельзя. Я тебя обожаю. Удачи, эксперт. Аристар Игорь Ильич Леван. Да, то, что нашему фестивалю 30 лет, это, конечно, чудо. Я так и не знаю, бывают чудеса или нет. Но думаю, что если не очень часто на них рассчитывать, то они сбываются, проявляют свою силу и избиратель. Вот как-то так случилось, что 7 лет назад здесь вот недалеко на Нахимовской площади был десант из Москвы культурных служителей искусства и выступали, поздравляли жителей Крыма, Севастополя, женщин в первую очередь 8 марта. Вот три песни исполнил, потом исполнил Пушкина и когда пятитысячная аудитория вместе со мной гремела, товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках этой власти напишут ваши имена. Это был действительно чудесный момент, но вот это мы провозгласили 8 марта, а через 10 дней Крым наш. Ну, это вот такой десант освободил простор для нашего любимого фестиваля, фестиваля, который мониторан тем, что здесь чувствуешь себя своим человеком, нужным, необходимым и где любят друг друга, а это качество, которое как крылья должен иметь каждый художник, потому что если тебя не любят, тебя не видят, тебя не знают, то ты этими крыльями не поднимешь себя высоко и поймешь, оглянувшись, что ты, собственно, никому и не нужен. Здесь мы нужны, и эта необходимость в нас, она нас делает сильнее и дает право надеяться на будущее, надеяться на лучшее. Спасибо фестиваль. Останавливаюсь на тех, кого я успел. Это великое дело. Спасибо. Спасибо. Культуры не давал, потому что прямо говорит, что Бурляев и как то. Если министерство культуры даст нам деньги, то ежегодно. Значит, здесь не хватает наших украинских ребят для пройти в нашем сегодняшнем фестивале, 30-й фестиваль. Это огромная дата. Спасибо дорогие белорусы, украинцы. Ничего не может быть дороже. Про депут стоит. Сергей Шакуров. Советский период. Но страна не знала таких что идет. И на это никто не реагирует. премьер. И если дома нет напутствующих взрослых, они не исполняли апостолаты и заповеди ближе мы были бы к тому социалистическому обществу, о котором пришло. Но мне хочется вот как-то что это .